Иллюзии. Я их обожаю. И поэтому в этом видео я построю 10 иллюзий в Майнкрафт Хардкор. И начнём с первой иллюзии. Вау, это выглядит как очень большой и очень маленький верстак. И самое интересное то, что я даже могу зайти в интерфейс большого. Хотя на самом деле это выглядит вот так вот. И это только первая иллюзия. Далее они будут становиться всё безумнее и безумнее. И в конце концов сломают ваш мозг. И стоп, почему я это построил здесь, а не в каком-нибудь музее? Возьму с собой очень много динамита. И теперь нужно определиться с местом, где я буду строить свой музей иллюзий. А, закапываюсь поглубже в землю. И моя радость усни... Вау, получилось немного кривовато. И центральная часть музея сферической формы готова. Готово. И вот так вот мне нравится намного больше. Теперь переношу свои верстаки сюда. И первая иллюзия готова. Кажется мне Майнкрафт поддакивает. Ой, иу, паук, уходи отсюда, это мой музей. И ты тоже проваливай. Они не смогли выжить в этом мире, потому что не были подписаны на Кикса. Не повторяй их ошибки, подпишись. А на самом деле нужно осветить всю территорию. Иип. И прямо сейчас я хочу сделать еще одну иллюзию. Он выглядит так выпукло, вы просто присмотритесь. Но я не буду это считать за отдельную иллюзию. Это будет как дополнение вот к этой. Ааа, они мне решили сюда коронавирус занести. Идите отсюда, кыш. И чтобы мне построить следующую иллюзию, для начала нужно установить маяк, чтобы я мог быстрее копать булыжник. Да, спешка 2 мне действительно очень поможет. И теперь мне нужно выкопать просто огромнейшую яму для следующей иллюзии. И яма получилась просто огроменная. А ведь это только вторая иллюзия. А я уже потратил на нее очень много времени. Фух. Ну теперь нужно перейти к постройке непосредственно уже самой иллюзии. Чтобы ее сделать, мне понадобится немного гладкого кварца. И его можно скрафтить из обычного кварца, который в свою очередь можно выторговать у священников. Обменивать палки на изумруды я буду здесь. А изумруды на палки здесь. Я не помню до какого уровня их надо расторговать, но надеюсь это будет быстро. Я дурак! У них кварц, у каменщиков, а не у священников. Вот, так сейчас дело пойдет очень быстро. Таким образом, спустя несколько проданных стаков изумрудов, я накопил шалкер кварца. Теперь закидываю его в свою автопечку. И немного ожидаю. И теперь из этого кварца мне нужно сделать большой кубик. И большой белый куб готов. Теперь строю здесь небольшую смотровую площадку. Йоу! Это выглядит как будто прямо здесь, вот в этом уголочке стоит этот блок. А на самом деле, это даже близко не так. И теперь можно считать, что вторая иллюзия готова. И для следующей иллюзии мне понадобится много разноцветных ковров. Здравствуйте, овечки! Какие вы тут все голенькие. Я очень надеюсь, что у меня здесь есть шерсть. Ха-ха! Мне еще нужен голубой, белый и черный. Также для следующей иллюзии мне понадобится много голубого бетона. Крафчу цемент этого цвета. И его я собираюсь дюпнуть. Однако прямо сейчас мой дюпер работать не будет из-за того, что здесь конструкция от фермы Апсидия, на которую я делал в предыдущей серии. Правда, потом я все равно попытался установить дюпер, но у меня ничего не получилось. И сейчас я собираюсь полностью переделать эту конструкцию под дюпер. Готово! И теперь нужно проверить работоспособность онной конструкции. Их! Жму на этот рычаг, лечу вент, наблюдать. И да, оно очень хорошо работает, что даже не успевает попадать в воронки и дальше в этот дропер. И теперь вот так вот мне нужно постоять немного в АФК. Окей, прошла уже целая куча времени, и что здесь по бетону? Ну, неплохо. Теперь переделывают цемент в бетон на своей лучшей бетономешалке. SWAG! И таким образом шалкер голубого бетона готов. Также для этой иллюзии мне понадобится 4 фиолетовая терракоты со стрелочками. И мне нужно отправиться в Медзу. Я не могу поверить, что я прилетел сюда ради нескольких кусочков терракоты, блин. Фиолетовая терракота есть, и теперь ее нужно переплавить. Йонг. И теперь можно начинать строить следующую иллюзию. И это будет очень залипательный дроппер. И дроппер готов. Давайте его протестируем. Это выглядит очень залипательно. Только, а как мне вернуться-то обратно? Да давай! И чтобы эта иллюзия выглядела еще более залипательно, я хочу скрафтить белье плавного падения. What? Ты что здесь делаешь? Это мой дом. Иди отсюда. И готово. Полетели. Это выглядит очень круто. Невероятно. И теперь можно считать, что третья иллюзия готова. И для следующей иллюзии мне понадобится выкопать вот такую небольшую траншею. Оу, что это? Куда здесь булыжник? О, оуки, здравствуйте. До свидания. Йоу, это уже выглядит очень круто. Однако эта иллюзия еще далека от завершения. И кто бы мог вообще подумать, но для этой иллюзии мне понадобится скалковая плесень. Вау, это выглядит просто потрясающе. Как будто это какой-то совершенно новый отдельный блок в Майнкрафте. И четвертая иллюзия готова. И перед тем, как переходить к следующим иллюзиям, я хочу задекорировать вот эту секцию музея. Потому что сейчас она выглядит относительно. И я хочу построить какой-нибудь небольшой простенький дизайн. Что-то типа... Ммм... Я думаю, если покрыть так все стены музея, будет смотреться очень круто. Однако у меня нету ресурсов. Мне нужно нарубить побольше вишни. Чувствую себя китайцем в русской Сибири. Даже они столько не вырубали. Также мне потребуется очень много песчаника. Переплавить его. Возьму с собой много к вам. Лягушка. И долго мы так стоять будем? Ты же все равно проиграешь в эти гляделки, потому что сдохнешь. Еще и намусорил здесь. Видимо, ему тоже очень понравился новый дизайн музея. А точнее, первой секции. Добываю ламинарии. Вскапываю песок душ. Крафчу себе новые подвесные вишневые таблички. Йоу, готово! И теперь я наконец-то могу переходить к иллюзиям второй категории. И пятая иллюзия это Мерлин Монро. Эээ, что ты здесь забыла? С первого взгляда кажется, что это обычный портрет. А если приглядеться, то поймешь, что он состоит из человеческих лиц. И она будет в виде арта на карте. И для арта понадобится 7 шалкеров белой шерсти. Мне нужно перекрасить всех своих овец. И спустя 4 часа вся шерсть собрана. Устанавливаю маяк. И теперь мне нужно добыть много таракоты. Перекрашиваю таракоту в необходимые мне цвета. И сейчас мне нужно найти огромный океан, потому что там удобнее всего строить арт. Я думаю, вот это место самый оптимальный вариант. Ну-ка на ка... И теперь я наконец-то могу приступить к постройке арта. Кстати, этот хардкорный мир можно скачать в моем телеграм-канале по ссылке в описании. И вот что у меня получилось. Не совсем так, как на картинке. Однако я уверен, Мочка все равно будет в шоке. Ах да, забыл предупредить. В конце этого видео я приглашу своего друга Мочку оценить мой музей иллюзий. А пока возвращаемся к стройке. Вам тоже кажется, что эта большая черная окружность расширяется, двигаясь на вас? И эта иллюзия тоже будет в виде мапарта. Мне потребуется все та же шерсть. Есть. Береза. Есть. И булыжник. Затем необходимо отыскать еще не застроенное место в океане и начать строить. Йоу. Это выглядит просто невероятно. И да, я прямо сейчас на пике. И не важно каком. Ведь шестая иллюзия готова. На мой взгляд, вот эта иллюзия намного лучше передается через мапарт, чем вот эта. Однако обе они просто потрясающие. И для следующей иллюзии мне необходимо выкопать яму. Вот такой размерчик мне подходит. А? Пиши отсюда. И для следующей иллюзии мне понадобится много белого и черного бетона. Цемент да цемент. Кирпич на кирпич. Да здравствуй наш Ленин Владимир Ильич. Кхм. Уважаемый дюпер, рад снова видеть тебя в добром здравии. Ээээ... Не совсем добром. Такого количества будет достаточно. Уиуу. Бетон есть. И теперь можно строить седьмую иллюзию. А также я решил задекорировать стены этой комнаты кирпичным сланцем. Вау. Это выглядит просто невероятно. И седьмая иллюзия готова. И вы не поверите, но для следующей мне снова нужно выкопать яму. И описать то, как я задолбался уже долбить огромные дырки в камне, уже просто невозможно. Однако это еще не последняя яма, ведь для девятой иллюзии мне понадобятся просто огромные пространства. Однако это чуть позже. И после некоторого количества вскопанных блоков я понял, что дальше так продолжаться не может. И я буквально не осилю выкопать всю эту территорию вручную. Поэтому было принято решение построить ТНТ-машинки. Хм. Много машинок. И действительно, так дело пошло в тысячу раз быстрее. И уже через часок яма готова. И пока я словил бомбящий вайп, хочу сразу разбомбить территорию под девятую иллюзию. И две огромные дырки готовы. Вот первая и вот вторая. И именно здесь будет находиться восьмая иллюзия. Для которой потребуется очень много белых и черных ковров. Удивительно, что именно здесь белые и черные смогли сжиться вместе. И стоять в АФК на ферме овец будет очень долго. Поэтому я хочу построить дюпер ковров. Кыш отсюда, паук. Ну-ка, проверка, проверка. О, оно работает. Нифига, как быстро. Это точно дюпер, а не автомат Калашникова? Обалдеть, как быстро. И теперь мне нужно восемнадцать шалкеров белых и черных ковров. Ну, это очень быстро копится. Я думал, мне придется построить штук двадцать дюперов. Великолепно. Ааа, горят. Еще один. Вау, у меня получилась прям целая фабрика по производству ковров. Шесть их тут много. Персидские ковры. Недорого. И сейчас моя задача максимально проста. Просто расставить в шахматном порядке белые и черные ковры. Контур есть. И теперь изнутри это все тоже нужно заполнить коврами. Ши-и-и-и-и-щ. И первый слой огромного клетчатого полотна готов. И таких нужно еще примерно... Много. Обалдеть, как же здесь много ковров. И чтобы этот зал смотрелся еще круче, я собираюсь обставить его полностью черным бетоном. Благо, это не проблема. Если вы понимаете, о чем я. И восьмая иллюзия готова. И давайте я вам покажу, в чем же заключается эта иллюзия. Мне нужно сделать вот так вот. И поехали. Ооо, гипнотизирую вас. Ха-ха. Это просто невероятно салипательно. Оно как будто движется. Ооо. Йухухуху. Когда еще вниз спускаешься, даже как будто еще круче это все выглядит. Мяу. Это очень залипательно. А че? Как вы там появились вообще? И че мне с ними делать? Лошня. Теперь можно переходить к девятой иллюзии. И для ее постройки мне требуется восемь шалкеров снежных блоков. Йеу. Здорово, снеговик. В принципе, это будет достаточно легко. Кыш. Ой. Ой, а почему... Я понял, почему. У меня лопата на шелковое касание. А мне нужно без шелкового касания. Новая лопатка. И эффективность. Ооо, пошло дело. Бррр. Ой, это будет тяжело. И теперь вот из этого всего снега необходимо сделать вот такую штуку. И сейчас пустое пространство нужно заполнить черным бетоном. А также нужно добавить немного белого бетона. И вот как эта иллюзия выглядит вот с этого ракурса. В принципе, можно увидеть какие-то очертания лестницы. А если прилететь вот на эту площадочку... Ооо, вот оно. То можно уже увидеть настоящую лестницу, которая упирается на стену. И от нее падает тень. И теперь можно считать, что эта девятая потрясающая иллюзия готова. И сейчас необходимо задекорировать те коридорчики, которые еще не оформлены. А центральную часть музея я оформлю чуть позже. А пока построю макет для десятой иллюзии. Ооо, вы даже себе не представляете, сколько времени у меня ушло на то, чтобы это выглядело хорошо. И это... Треугольник Пенроуза. Вы скажете, нет, это не треугольник. Но если отлететь куда-то вот сюда и построить столб в высоту 160 блоков, то можно лицезреть это. Это выглядит просто потрясно. И чтобы эта иллюзия смотрелась еще масштабнее и круче, я собираюсь построить на ней слияние трех измерений. Обычного мира. Незера и Энда. Начну с обычного. Для этого расставляю здесь травку. Супер. И хочу еще задекорировать верхний мир деревенскими домами. И вау, это выглядит великолепно. Правда, мне приходилось по нескольку раз переделывать все, потому что иллюзия ломалась. Перехожу к следующему измерению. Незеру. Построю здесь небольшую перевернутую крепость и перевернутый портал. Благо, мне это позволяет сделать датапак из предыдущего видео. Таким образом, адское измерение выглядит как-то так. Теперь финальное измерение Энда. И в качестве главной декорации здесь будет Эндер. Крепость с очень минималистичным кораблем. И вау, это выглядит сонохшибательно. Десятая иллюзия готова. Возвращаюсь в подземелье. Здесь меня ожидает центральная часть. И мне нужен кварц. Мешаю его с другими белыми блоками и заменяю на них весь булыжник. Добавляю декоративные элементы из вишни и на пол тонированное стекло. Я в первый раз его использую и это выглядит довольно прикольно. Ура-ура, теперь музей полностью готов. Иии, здравствуй, мочка. В небе будет каменная платформа. Нам туда. А, вижу. О, это иллюзии. Иллюзии. Да, это самый невероятный музей иллюзии. 4D, это как называется, когда... 5G. 5G. Это треугольник Пенроуза. Это он так реально называется или ты угораешь сейчас? Нет, он так реально называется. Имба. Имба. Оно получается, это верхний мир, ад и энд. А теперь вот как это выглядит на самом деле. На самом деле. Ага, все, уже видишь. Ого. Это только под определенным ракурсом работает. И под вот этой вот фигней находится еще огромный музей иллюзий, который я собираюсь тебе показать. Прыгай. Я не разобьюсь? Да нет, наверное. Наверное. Ноги сломал. Это первый зал самых легких иллюзий и первая иллюзия вот эта. Видишь вот это, что один верстак большой, типа другой маленький? Да. Стой, а как? Как он получил? Это он же просто сверху стоит. Почему он в два раза больше? Опа. У меня сейчас глаз сломается. Я не понимаю, он в эту сторону или в обратную? У меня еще имба. Классно. Вставай на розовую шерсть, да. И смотри туда. А, имба, стой, стой. А как он такой маленький блок? Не, вот это я не видел. Если те я видел где-то, а вот этот я первый раз вижу. Он даже не растет в размере, только под конец останется нормально. Это вообще офигенно. Наслаждайся. Чтобы понятно было, в чем иллюзия заключается, загляни. Так вот это выглядит. Заходи обратно. О, все, есть появление. Он как в углу будет. Да, он стоит как в углу. Только прикол в том, что на нем микропаук стоит. Сейчас избавимся. А сейчас вот он полностью как блок выглядит. Я боюсь представить, сколько ты это все выкапывал. Все, давай. Ага. Боже мой. Оно начинается крутиться. Оно должно крутиться? Туа наркомания какая-то. Ау. Ау. У меня сейчас тошнит. Все, пошли отсюда. У меня реально сейчас тошнит. Вот это как бы был первый уровень иллюзий. Сейчас мы идем на второй. А это она как здесь оказалась? В волосах лица, глаза, все из лица. А теперь обернись. Чёрная дыра. Туда можно прийти? Ага, сейчас. Да, проходи. Тебе можно. Когда, чем дольше смотришь на нее, она становится все больше и больше. Я говорю, чёрная дыра расширяется. Тут вот как бы надо подольше посмотреть, чтобы словить вот этот прикол. Так, смотрим. Я когда экраном чуть-чуть двигаю, она у меня как будто шизофрения начинается, какая-то галлюцинация. Стой. Я не понимаю, что происходит. Подожди. Сейчас, сейчас те, кто смотрит это видео, будут думать в итоге, что мочка тупо наркоман какой-то. У них на экране ничего не происходит. Что у него происходит? Следующая иллюзия очень большая. У тебя все тут большие, в каждом уровне есть. Да, я просто люблю большие. Стой. Да, потихоньку. Но я сейчас не понимаю. Сначала подожди. А, вот вниз, вот пошло. Офигеть. Ага, всё, есть, есть, вижу. Нравится? Да, офигенно. Да, у меня не меньше впечатляет огромная чёрная... Комната. И вот в этом, как бы, музее остаётся последняя. Очень большая. Ещё больше. О, вот сейчас лестница ровно стала. Да, и тень, тень от неё падает. Как будто лестница построена и стоит, типа, от пола на стену. Хотя мы только что видели, что она в этом. Да, ну просто как по стенке размазана. Шикарно. Ну вот это, вот это у тебя самая большая получается. Но она и выглядит. Прямо охота по ней подняться. А, у неё настолько острый угол. Емать. Я сейчас, пока к ней подлетал, она потихоньку изменялась в форме. Это вообще жесть. Я буду подниматься по лестнице пока. А я тебя буду защищать. И по этой. Почти долетел до этой. Ааа, взрываются они. Обалденные люди. В целом, это весь музей. Как тебе оценочка? Оценочка 12 из 10 по 10 бальничкам. Еее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова